Актер, танцор, резчик по дереву, автор стихов. Все это один человек. Ярослав Алешкин. Юному люберчанину всего 10 лет, а у него уже более 200 наград за участие и победы в различных конкурсах. Эти многочисленные дипломы и медали помогли Ярославу победить в проекте «Люберецкие звезды». Со звездным жителем Люберец пообщался Григорий Ворванин. Люберцы, уютный городок, дивное сокровище России. Сколько в жизни я пройду дорог. На свете нет земли красивей. Это стихотворение Ярослав Алешкин сочинил в 7 лет. Рассказывает, просто смотрел телевизор, а в голове родились эти строки о люберцах. Сейчас у юного поэта только три произведения. За количеством Ярослав не гонится. Главное увеличение люберчанина – театр. Он в жизни Ярослава появился несколько лет назад. Начинал со второстепенных героев, сейчас ему доверяют главные роли. Мы ставили в предыдущем году хроники Нарнии. Я играл того человека, который сначала предал своих друзей, а потом стал домом. Но потом изменился. Я играл Эдмунда в главных ролях. «Люси! Где ты? Люси! Семь, лес, снег! Как красиво!» Помимо репетиций в театральной студии, Ярослав осваивает бальные танцы. И здесь он тоже показывает неплохие результаты, занимает призовые места. Побеждать для Ярослава – дело привычное. За несколько лет грамот, медалей и кубков с различных творческих конкурсов завоёвано столько, что они едва помещаются в комнате. Предлагаем участвовать в конкурсе. Ни в коем роде не заставляем его насильно участвовать в конкурсе. Не нравится. Нет. Но он всегда готов. Ему это нравится. Я так понимаю, что человеку нравится драйв участия на сцене, танцев, участие в спектаклях. Благодаря активному участию в конкурсах и многочисленным победам Ярослав стал победителем проекта «Люберецкие звёзды». Среди множества увлечений не забывает Ярослав и о школе. В этом году он заканчивает начальную школу. Классный руководитель мальчика уверена – творческие способности ему помогают в учёбе. Ярослав преуспевает по всем предметам. А легче всего ему даётся литература. Там проявляются его таланты, поскольку он может рассказать хорошо. Дальше он может обрисовать образ какого-то героя. Ну, окружающий мир у него тоже, потому что память очень хорошая. Кем станет Ярослав, когда вырастет, сам он пока не решил. Говорит, ещё недавно мечтал стать хирургом. Теперь хочет связать своё будущее с театром, стать известным актёром. И каким бы ни был дальнейший выбор, близкие всегда его поддержат. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.